Комбинированная кожа Комбинированная кожа Комбинированная кожа Уход очень важен для нашей кожи, потому что за день мы получаем очень много вредных воздействий на нашу кожу, тем более мы многие пользуемся декоративной косметикой, такой как тональная основа или пудра, и поэтому наша кожа требует именно очищения. Итак, когда мы утром проснулись, что мы первым делом делаем? Естественно, мы идем в ванну, принимаем душ, и теперь наш уход именно за кожей лица. Вначале мы берем пенку. Обязательно пенку для лица мы подбираем по нашему типу. То есть, если у нас кожа, например, жирная, то мы выбираем пенку именно для жирной кожи. Всем привет! Сегодня тема уход за кожей лица. И именно мы подбираем по типу нашей кожи. Если у нас жирная кожа, значит мы должны выбирать пенку, чтобы было здесь написано для жирной кожи. Если мы знаем, что у нас комбинированная кожа, значит мы выбираем для комбинированной кожи. Если сухая, значит для сухой кожи. Потому что, если вы неправильно подберете умывашку, то, конечно же, со временем вы не добьетесь того эффекта, которого вы хотите. То есть, если вы возьмете для сухой кожи, например, умывашку для жирной кожи, то, конечно же, она вам будет еще больше ее пересушивать. И еще, ни в коем случае, конечно же, нельзя пользоваться мылом, как у нас привыкли. Я проходила очень много семинаров, и там обязательно говорили, что нужно пользоваться или гелями для умывания, или гамаж для умывания. Мягкие такие, пеночки, чтобы были, чтобы наша кожа не повреждалась. И, например, если у кого жирная кожа, нельзя пользоваться скрабами. Почему? Потому что, когда вы начинаете пользоваться скрабом, то можете задеть воспалительный процесс и разнесете полностью по своему лицу. Также, что касается и мыла, как я начала говорить, чтобы убрали из рацио, и вообще убрали и не умывали лицо именно мылом. Потому что мыло, оно пересушивает нашу кожу. И при сухой коже, когда вы пересушиваете, тоже могут быть воспалительные элементы. Поэтому лучше всего пользоваться вот такими пенками. Есть вот спреевые пенки, взбалтываете, нажимаете одну-две дозы и полностью на свое личико. И умываете. Есть пенки вот такие вот, то есть без дозатора. После того, как вы умыли свое личико, вы обязательно берете салфеточку и хорошо-хорошо промакиваете, чтобы убрать плаву. После этого мы начинаем увлажнять. Любую кожу, комбинированную, жирную, сухую, обязательно нужно увлажнять. Потому что она требует увлажнения. Всем привет! Есть тоники без дозатора. Есть тоники с дозатором. Конечно же, лучше пользоваться тоником, который с дозатором. Вы нанесли себе на кожу тоник и дайте ему, собственно, чтобы он у вас высох прямо на вашей коже. Или можете взять, например, марлечку или есть такие специальные тканевые масочки. Они накладываются на кожу и тем самым вы получаете себе маску для увлажнения. После того, как вы утром протонизировали уже кожу и умыли, вы наносите любую сыворотку, чтобы кожу еще больше подпитать витаминами, минералами. Также при нанесении сыворотки вы можете наносить, делать легкий массаж. Можно лимфодренажный массаж сделать, чтобы убрать застои, отеки с нашего лица. И после этого вы наносите крем. Крем вы можете наносить с СПФ-кой, можете наносить просто вначале крем, а потом чем вы пользуетесь? Тональная основа, с СПФ обязательно или пудра. Это уже без разницы. И также вы накладываете макияж. Дневной уход закончен. А теперь, девочки, я хочу вам рассказать секреты вечернего ухода. Это обязательно нужно. И рекомендации, чтобы девочки не ложились спать именно с макияжем, чтобы все убирали со своей кожи. Потому что кожа, она у нас живая. И она должна дышать, она должна увлажняться, она должна вас радовать, она должна сиять. И поэтому в наших собственных ручках именно уход за нашей кожей. Итак, первым делом, когда мы пришли с работы, или там, где вы были, куда вы выходили вечером, перед сном, мы обязательно берем молочко. Это первая основа ухода за нашей кожей. Вы молочко обильно наносите полностью на все лицо. После этого вы берете салфеточки и хорошо-хорошо вытираете. Молочком вы убираете и макияж, молочком вы убираете все загрязнения, которые вы получили за день, когда ходили на улице. Также после молочка мы берем наши любимые пенки для умывания и хорошо-хорошо умываемся. И вы почувствуете, что кожа начала как бы скрипеть, сиять, и она вам говорит спасибо. После этого хотите, включите, можете медитацию послушать. То есть вы нанесли тоник на лицо и дайте, чтобы ваша кожа получила влагу, увлажнение. Это обязательно нужно. Что при сухой коже, что при жирной коже, что при комбинированной, обязательно нужно увлажнение. И только после этого вы наносите любую сыворотку или ночной крем. Можно также подобрать уход вокруг глаз, делать себе масочки, патчи, есть тканевые масочки именно на глаза. И лечь, и дать приятно отдохнуть своей коже. Также перед сном вы можете сделать небольшой массаж. О массаже я буду говорить в следующих эфирах. Сегодня я хотела рассказать именно об уходе, о утреннем и вечернем, потому что очень много задают вопросов, как ухаживать. Независимо, сколько вам лет, уход нужен в любом возрасте, потому что наша красота только в наших собственных руках. Вот такой короткий эфир у меня сегодня состоялся. Желаю всем здоровья, что все жили без стрессов, без паники, любили себя и ухаживали за себя. В любом возрасте мы все красивы, прекрасны и очаровательны. Всем добра и хорошего дня. С вами была Наталья Шпилевская. С вами была Наталья Шпилевская.